Космический мусор вокруг Земли летают тысячи опасных объектов. В пятницу, 1 марта 2019 года, первые шесть британских спутников системы глобального интернета, OneWeb, были успешно выведены на расчетную орбиту при помощи российской ракеты «Союз» с разгонным блоком «Фрегат», запущенной с космодрома Европейского космического агентства Куру во французской Гвиане. Всего же предполагается создать группировку из более чем 700 космических аппаратов. Это достаточно много ведь по состоянию на лето 2018 года, всего вокруг Земли летал тысяча семьдесят один только рабочих спутников, без учета орбитальных мертвецов. А тут сразу 700 дополнительных. Известия выясняли, не приведет ли это к замусориванию космического пространства и не усилит ли опасность столкновения на околоземной орбите. Современная ситуация. Вокруг нашей планеты, на орбите находится огромное количество частиц космических аппаратов и ступеней ракет. Уже сейчас они представляют угрозу для орбитальных станций. Например, в мае 2016 года очень маленький осколок, размером всего в десятые или даже сотые доли миллиметра, оставил на стекле Международной космической станции скол диаметром около 7 мм. Мусор. Международная космическая станция ФОТО «Наша». Роскосмос создаст пушку для уничтожения космического мусора. Всему виной огромная скорость Международной космической станции, преодолевающей на орбите более 7,7 км в секунду. На таких скоростях при столкновении опасны объекты практически любого размера. Если и МКС столкнется с всего лишь с 10-сантиметровым фрагментом мусора, это уже, скорее всего, станет фатальным для Международной орбитальной программы. Сколько же уже осколков различного размера находятся на низкой околоземной орбите? По расчетам Европейского космического агентства, более 29 тысяч частиц более 10 сантиметров. Каждый из них при столкновении гарантированно уничтожит любой космический аппарат или орбитальную станцию. Практически все такие куски мусора учитываются, и за ними ведется самое пристальное наблюдение с Земли. Кстати, в эту категорию вошли и отработавшие свое спутники и ступени ракет-носителей, использованных при выводе космических аппаратов. МКС может получить лазер для отстрела космического мусора. К слову, советский первый спутник ПС-1 сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы уже спустя 92 дня после запуска. Первый американский спутник Explorer, запущенный спустя несколько месяцев, провисел на орбите до 1970 года. А вот американский спутник Vanguard-1, начавший работу в марте 1958 года, до сих пор находится в космосе за счет своей высокой эллиптической орбиты, от 650 до 3800 километров от Земли. По посчетам ученых, он будет находиться там еще несколько сотен или даже тысяч лет. Вполне возможно, одной из первых миссий по очистке земной орбиты станет попытка забрать Vanguard-1 с орбиты и доставить его в музей. Частиц от 1 до 10 сантиметров гораздо больше. Европейские ученые оценивают их количество примерно в 670 тысячах единиц. Звучит ужасно, но на самом деле все не так и плохо. Если все эти куски мусора равномерно распределить по поверхности Земли, то получится, что на один кусок придется примерно 76 кВ. КМ-площади. Соответственно в Москве, в пределах МКАД, будет лежать 11-12 кусочков размерами от 1 до 10 сантиметров. А космос гораздо больше. Мусор. Фото. Депозит фото. Следить за частицами такого размера с Земли пока нереально нет требуемых технологий и сил. Но каждая из них при столкновении способна разрушить спутник и нанести очень серьезные повреждения Международной космической станции. Ученые рассчитали модель системы для сбора космического мусора. Новая модель аппарата способна собирать объекты загрязнения космоса без затрат топлива. Но кроме таких больших частиц, есть их гораздо меньшие, но оттого не менее опасные. Частиц размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра более 17 миллионов, и все они имеют искусственное происхождение. Такие частицы могут при неудачном столкновении вырубить космический аппарат и даже пробить противометеоритную защиту орбитальной станции. Пробойную можно будет заделать, но это все еще очень не очень опасно. Чей мусор? Одним из наиболее серьезных загрязнений околоземной орбиты стал американский проект Вестфорд. В 1961-1963 годах при помощи трех ракет-носителей на орбиту были выведены 480 миллионов медных иголок. Американские военные предполагали создать искусственную ионосферу вокруг нашей планеты, чтобы обеспечить большую надежность для систем военной связи. Причем первые два запуска окончились неудачно, и лишь с третьего раза военным удалось засеять на орбите нашей планеты почти полмиллиарда небольших проволочных кусочков. Проволочные иголочки были очень тонкими, они имели в длину всего 1,78 сантиметра при толщине около 20 микрометров. На изготовление полумиллиарда таких проволочек потребовалось всего около 20 килограммов меди. В результате третьего, успешного запуска вокруг Земли на высоте 3500 километров было образовано кольцо, своеобразный бублик толщиной около 30 километров. Мусор. Объект из музея проекта Вестфорд Фото. Роскосмос предвидит монетизацию уборки мусора в космосе в будущем. Каждая проволочка в этом бублике работала как дипольная антенна. Уже на четвертый день после запуска американские военные провели сеанс связи между военными базами в Калифорнии и Массачусетсе. Космическая искусственная ионосфера обеспечивала прием и передачу данных на скорости около 20 килобит в секунду, что примерно равно мощности модема в 1990-х годах. Однако уже спустя несколько недель иголочки стали разлетать все друг от друга, и качество связи стало падать. Во многом из-за этого от проекта отказались и закрыли. По словам военных, большинство правильно направленных кусков проволоки в течение 10 лет вернулись на Землю и сгорели в плотных слоях атмосферы. Однако точных данных, сколько вернулось, а сколько остается на орбите, нет. Таким образом человечество устроило одно из самых серьезных загрязнений орбитального пространства. К счастью, большинство из них сбились в отдельные скопления, за которыми ведется наблюдение с Земли. В настоящее время насчитывается 46 таких скоплений, но технологий, чтобы убрать их с орбиты, тоже пока нет. СМИ назвали страны, которые оставляют больше всего мусора в космосе. Стоит отметить, что американцам удалось убедить много стран в безопасности этого проекта. Советский Союз выступал против, но сделать было уже ничего нельзя. Все больше и больше. Американский эксперимент хотя бы был единичным случаем. А вот космические аппараты человечества продолжают запускать с завидной регулярностью, причем в последние годы количество спутников начало стремительно увеличиваться, хоть их размеры и уменьшились. Хуже всего, что запуски производятся в достаточно узких рамках нескольких удобных человечеству орбит. Поэтому космические аппараты сосредоточены в относительно небольших частях пространства. Мусор Космос-2251 российский военный спутник связи типа Стрела-2М, который вышел из управления и 10 февраля 2009 года столкнулся с рабочим американским спутником. Иридиум 33 фото Commons.wikimedia.org Раскосмос Дальше Дальше Космос-2251 российский военный спутник связи типа Стрела-2М. Он был запущен в 1993 году и проработал на орбите всего пару лет. Затем его система маневрирования вышла из строя, военные попереживали, но ничего не смогли поделать, списали его и забыли. А спутник полетел дальше по космосу искать себе друзей. И 10 февраля 2009 года, на высоте около 790 километров над уровнем моря, он встретился с рабочим американским спутником. Иридиум 33 На Западе бытует версия, что Космос-2251 был вполне рабочим боевым аппаратом, но применение противоспутникового оружия в 2009 году кажется маловероятным. Примечание Ред Результатом такой встречи стали примерно 600 осколков размером более 5 сантиметров и несколько тысяч более мелких. Предсказанного Кеслером эффекта домина, к счастью, не произошло очевидно, спутников на орбите для такого процесса все еще недостаточно. Однако образовавшееся облако осколков повышает шансы на повторение ситуации. И чем дальше, тем больше будет подобных столкновений, просто по закону больших чисел. Спутники постепенно выходят из строя, всего на орбите более 2000 нерабочих аппаратов, их никто не убирает, и уже недалек тот час, когда все происходящее станет просто огромной проблемой для всей мировой космонавтики. Фото Наша Компьютерная модель распределения космических объектов в космосе, согласно описанию Наша 95% из них являются мусором. Глубокая обеспокоенность Понятно, что данная ситуация обеспокоит практически все занимающиеся запусками космических аппаратов страны. На конференциях и круглых столах, посвященных проблемам мировой космонавтики, эта тема всплывает постоянно. Но вот тратят серьезные деньги на решение проблемы пока никто не собирается. Именно поэтому большинство современных проектов по созданию космических аппаратов для орбитальной уборки либо так и находятся на стадии проектов, либо тянут не более чем на студенческие разработки. Увы, но на деле пока ни одну мировая держава не начала всерьез бороться с проблемой орбитального мусора. Космические державы будут сообща бороться с мусором на орбите. А кто же из стран внес наибольший вклад в замусоривание орбиты Земли? На первом месте по количеству космического мусора находится США. Совсем немного от них отстает Россия, 3961 против 3999 крупных объектов, но по общему количеству объектов на земной орбите, с учетом ступеней ракет и действующих спутников, Россия удерживает первое место, 6515 у России и 6211 у США. На третьем месте по количеству мусора находится Китай, 3475 объектов. Максимум, что было сделано, организовано наблюдение за космическими аппаратами и серьезными кусками мусора на орбите. У каждой страны ведется свой каталог, учитывающий наиболее заметные проблемы загрязнения. Например, есть российский каталог ОСПОСОКП, автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, ведущийся главным информационно-аналитическим центром ЦНИМАШ. По состоянию на 2014 год в нем содержалась информация уже о более чем 15,8 тысячи единиц объектов космического мусора. Также наблюдения за мусором на орбите ведут и Соединенные Штаты Америки. Мусор. Модель аппарата Clean Space One. Фото. EPFL. А что же с очисткой орбиты? Какие космические аппараты уже готовы к уборке? Пока никакие. Ближе всего, как это ни странно, к запуску своего космического уборщика Швейцария. Казалось бы, у этой страны всего один спутник на орбите, да и тут уже не работает. Но, как сказал швейцарский премьер-министр, Швейцария очень любит частоту. А потому же в ближайшее время должен быть запущен на орбиту аппарат CL&Space One, основной задачей которого станет уборка швейцарского неработающего спутника. Естественный носитель. В России создают ракету для оперативных запусков. Она сможет отправлять на орбиту спутники весом до 15 килограммов за три часа. К сожалению, аппарат одноразовый, а потому на ситуацию с мусором существенного влияния это не окажет. У США есть достаточное количество идей и разработок для уборки космического мусора, но пока ни одна из них не превратилась в реальный космический аппарат. Среди вариантов идеи есть, например, специальная мелкоячая истая сеть, накидываемая на скопление космического мусора, чтобы затем направить его в сторону Земли. Иногда достаточно просто двинуть объект по направлению к поверхности планеты, а дальше все дело сделает сила притяжения. Есть вариант уборки мусора с орбиты при помощи лазера. Предполагается, что лазерный импульс, испаряя часть объекта, заставит его сдвинуться с места, что сильно уменьшит общее время пребывания мусора на орбите. Этот проект называется «Лазербрум» – лазерная метла, но и он в настоящее время не ушел дальше разработок. Совсем недавно, в феврале 2019 года, британский зонд «Remove debris» впервые провел испытание орбитального гарпуна. Находясь на орбите, зонд успешно выстрелил гарпуном в мишень, он, впрочем, не найденную там же в космосе, а привезенную с собой и вынесенную на штанге на 1,5 метра, пробил обломок, а затем смог его притянуть с помощью троса. Затем аппарат отправится потихоньку к Земле, а затем сгорит в плотных слоях атмосферы. Это, конечно, тоже серьезное продвижение вперед, но до настоящей уборки на орбите еще очень и очень далеко. Пока человечество радует такие одиночные успехи, огромное количество обломков продолжает висеть в космосе. Так что уже со спутниками OneWeb, сильно ли они загрязнят орбиту? На самом деле не очень. По сравнению с той проблемой, что в настоящее время уже висит над нашими головами, еще 700 спутников, тем более с достаточно длительным сроком активной службы, погоды не сделают. Более того, такой массовый вывод космических аппаратов это скорее показатель технических возможностей современной космонавтики, а и значит, и вывода будущих космических уборщиков. Пока же мы можем следить за выводом все новых спутников и ждать, когда же вся планета будет покрыта доступом в сеть интернет. Осталось совсем недолго, а мусор, даже космический, пока подождет.